Настоящий рейд по несанкционированным точкам реализации продуктов с земли прошел в это воскресенье. Представители контрольной инспекции, полиции, департамента городского имущества, управление потребительского рынка во главе с градоначальником Александром Сапожниковым прошлись по основным местам, где уже традиционно процветает хаотичная торговля. Например, вот такие поддоны с клубникой стоят прямо на земле, никаких разрешительных документов у торговцев не оказалось. В итоге штраф, предписание и протокол. Но самое главное, что такую пыльную клубничку Роспотребнадзор может проверить только по указанию прокуратуры или по обращению граждан, то есть пока кто-то фактически не пострадает. Также в центре внимания остается рынок депутата Степана Викулова. Можно я же дам вопрос, извините, вмешаюсь. Почему для тряпочников все создается, а вот для дачников, которые производят свой продукт, они должны непонятно как ютиться. Вот вы объясните вот это. Рынок заняли непонятно под что, в свое время это был колхозный рынок. Как говорят, а теперь вы посмотрите, здесь сделали и все тряп. Это у нас все для бывшего СНГ делается, а не для местных жителей. Аренда на рынке высока, а те места, которые приготовлены для льготных категорий населения, не устраивают совершенно. Вообще не может. Вот сейчас пришел новый губернатор, и губернатор пришел очень хороший. Это единственный губернатор, который собрал конференцию, собрал наших чиновников, кто должен был. Я ее смотрела вот первый раз в жизни. Дай бог, чтобы мы не вставляли палки в колесах, чтобы он наш регион поставил на должный уровень. А вот депутат, получается, подкачал немножко, да? А вот этот депутат, я не знаю, говорят, прокуратура с ним разбирается. Хотелось даже бы через телевидение, чтобы узнать результат проведенной работы. В итоге мест, которые занимают пенсионеры, все меньше. Новых торговцев все больше. Рынок только по тексту таблички, льготный. И мы идем дальше. А кто здесь у вас, когда я в городе? Наряду с несанкционированной торговлей, также остро стоит вопрос, когда павильоны фруктов и овощей выносят на улицу дополнительные лотки. Без разрешительных документов, конечно. Многих таких предпринимателей управление потребительского рынка знает в лицо. Но в сезон торговцам проще заплатить штраф, чем лишиться выгоды. Нам надо, конечно, какой-то выдумать нам с вами алгоритм все-таки и планы поставить на будущее, что я не против торговли, я не против, что люди торгуют, но должны для этого быть отведенные места. Чтобы у нас было чистенько, порядок и было, с кого спрашивать, правильно, должен быть все-таки хозяин, мы будем торговать точки. Рынки должны быть муниципальные, те места, где должны люди, у нас дачники, производить свою торговлю, ну, производители. То есть они же все-таки стараются все лето торгуют, поэтому здесь будет порядок, значит, будет порядок. Муниципальный рынок или депутатский? Конечно, муниципальный, муниципальный, но все-таки он, ну, пусть будет какой-то минимальный взнос будет, да, за этот рынок для того, чтобы там все-таки дворник наводил порядок и кто-то следил за этим рынком. Все-таки все, ну, эти места не должны быть по присмотрам муниципалитета. То есть минимально это не 20-30 тысяч, да? Ну, ну, что, это может 20-30-50 рублей, ну, все-таки устанавливать мы будем тарифы, это все-таки будет устанавливаться тарифы, ну, безусловно, да, безусловно, чтобы это было не накладно для наших жителей. Пусть в форме утреннего мациона, но рейд дал свои плоды. Сегодня было выявлено 6 фактов захламления тротуаров, мест общего пользования. То есть это муниципальная земля, торговцы ее заставляют столами, определенными лотками своими, без разрешения. То есть это уже является нарушением правил благоустройства. Выписаны уведомления о явке в инспекцию для составления протоколов, составлены акты, административный материал. То есть дело будет завтра возбуждено и будет рассмотрено административной комиссией. За торговлю без разрешительных документов штрафные санкции от 1 до 5 тысяч рублей. За нарушение правил благоустройства от 1 до 10 тысяч рублей. Может все-таки лучше не нарушать?